В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев. Добрый вечер. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06 в нашем городе. Да, это программа Очевидцы. Сегодня вспоминаем 2012 год. Вспоминаем вместе с Дмитрием Русских, депутатом Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день. И Ольга Болезина еще тоже здесь. И хочет сказать, почему мы всеми этими воспоминаниями занялись. Потому что 10 лет, как наша радиостанция в Кирове вещает, и мы говорим о том, что мы прошли вместе с вами за все это время. Вспоминаем то, чем Киров жил в 2012 году. Но давайте я коротко напомню. Это скандальные выборы в городскую думу и депутаты-пятисоточники. Это межэтнический конфликт в Демьяново. Это дело Киров-Леса. Это новый глава УМВД Сергей Солодовников, тоже многим кировчанам запомнившийся. И дело Игнатьяна. Вот это вот такие основные пять событий. И еще коротко несколько. Ну, во-первых, появляется информация о строительстве гостиницы «Хилтон» в парке. В Кировском парке. Да, тоже было через протестные акции. Это все. Гостиницу построили, как вы знаете. Впоследствии появилось колесо обозрения. И появилась шутка про то, что Киров — это город, где всего попарно. Две гостиницы рядом, два пруда, два колеса обозрения. Давайте продолжим, что называется. Потому что в Кирове в тот момент была двойная власть. Да. Значит, вводят электронные карты, электронные проездные. Вот вроде, кажется, мы всегда с ними жили, а оказывается, в 2012 году это произошло. А еще помню все нынешние суды по поводу этих карт и вырастала денег. Все выглядит совсем иначе из 2020 года. Да. История вернулась в то положение, которое оказалось в 2012 году. Да. Знаменитые антиалкогольные меры вводят в Кирове. Ну, во-первых, запрещают в киосках продавать пиво. Это, по-моему, федеральная была история. Плюсом были предложены ограничения продавать алкоголь только с 10 утра. Не продавать алкоголь сначала предлагалось полностью по воскресеньям. Потом сделали продажу до 17 часов. Активно обсуждается возвращение исторических названий. Я напомню, да, что были переименованы четыре улицы большевиков Дрилевского, Халтурина и Энгельса стали Казанской, Спасской, Пятницкой и Преображенской. И в том же году была идея переименовать еще четыре улицы. Это Успенская, так, простите, да, Урицкого, Володарского, Дериндяева и Мопра должны были стать Успенской, Никитской, Всехсвятской и Острожной. Но Гордума не утвердила. Мне кажется, это к лучшему, потому что за 8 лет еще к тем-то не все привыкли. Да, был задержан 5 сентября в Кирове Леонид Ковязин, внештатный корреспондент Вятского наблюдателя. В мае, в мае 12-го года Леонид был на редакционном задании на Болотной площади в Москве. Да, и вот вся эта история с Болотным делом, она тогда очень активно развивалась. Леонид был задержан, прошел через суд, был наказан. Отсидел даже, да. Отсидел, да, женился, да, на Жене Тарасовой, Жене Тарасовой, актриса наша кировская. И тогда, вот насколько я помню, как раз Борис Павлович, художественный руководитель театра «На Спасской», создал свой спектакль «Ветлак», который они играли и после уже отъезда Бориса Павловича из Кирова. И сборы от этого спектакля как раз шли на поддержку политических заключенных и по Болотному делу. И много где еще... Как все весело было. Да, не очень весело на самом деле. Насыщенно, насыщенно. Заговорили о возвращении туристической навигации на Вятку. Если вы помните, компания «Инфофлот» собиралась на теплоходе Василий Чапаев довезти туристов из Нижнего Новгорода через Вятские поляны, Советск, там вплоть до Котельничья и Кирова, но не сложилось и в 2012 году, и только в 2013 они, по-моему, дошли до Советска. Еще из того, что было, ну вот такая культурная, что ли, составляющая, это впервые прошли всемирные сказочные игры. Вы помните, наверное, Дмитрий Михайлович. Имени Никиты Белых, потому что это он был организоват. Он был инициатором, да, и автором идеи этого всего. И приезжали в Киров сказочные персонажи со всей России и даже из зарубежных стран. И ездили они в Рябово на родину художников Веснецовых. И в парке, в Заречном парке, там, где резиденция «Летучий корабль», да, там прям вот такие соревнования были с большими такими красочными фотографиями и фоторепортажами. Я даже помню, что у нас в эфире, мы делали потом по итогам, значит, этого мероприятия программу. У нас был в эфире человек, впервые мы гостя так представляли, козлик серенький. Вот. А еще из тоже таких культурных событий – это динопарк в Котельниче, динозавр на вятке. Отличная была идея в Котельниче рядом с местонахождением париозавров создать такой тематический парк. Его создали, и 18 фигур динозавров, в том числе движущиеся фигуры, из Китая привезли. Но вот тоже, видимо, в связи с открытием, может быть, Юркин парка. Да нет, я думаю, что, по-моему, он раньше скончался, чем открытие. Нет, он до сих пор, он до сих пор есть. Ну, я имею в виду, что именно как такая гостепримечательность. Не самый, может быть, такой посещаемый туристический объект. Да, две трагичные новости 2012 года. Два громких ДТП. 21 июля на улице Воровского водитель автомобиля Toyota RAV4 Игорь Насонов, пьяный водитель, сбил трех подростков, переходивших дорогу по наземному пешеходному переходу. Один из мальчиков, Максим Марков, 15-летний, впоследствии, да, умер в больнице. Было много акций, кстати говоря, вот тогда выходило большое количество людей на улице, в том числе там возле больницы они были, где находился вот этот водитель Игорь Насонов, потому что ему после аварии отец мальчика нанес на живые ранения. А вот сейчас такое вообще можно представить в Кирове? Я бы это не исключал, все зависит. И акции, и такие страшные вещи. Ну, мы тоже ведь не думали, что в Хабаровске могут выйти за губернатора, так что тут очень сложно сказать, что может быть, что не может быть. Тогда это было. Ну, вот эта авария, она послужила, ну, не знаю, поводом, что ли, да, для того, чтобы на улице Воровского возле Магдональдса появился подземный переход. Ну, и громкое дело, которое я вначале анонсировала, да, это ДТП у октября. ДТП у октября. Это был сентябрь на улице Карла Маркса, у пенитеатра «Октябрь». Произошло столкновение четырех автомобилей. Виновником аварии был признан Эдуард Игнатьян. На огромной скорости, пьяный он нёсся, да, столкнулся сначала со встречным автомобилем ВАЗ, потом, значит, отбросил одиннадцатую на припаркованную машину «Опель Корса». И ещё в одну машину ВАЗ-2109 врезался БМВ Игнатьяна. И в аварии погибли тогда три человека, и семь, по-моему, пострадали. Пять с половиной лет колонии-поселения получил Игнатьян по итогу. Ну и коротко продолжается история Парка Победы. Депутаты обсуждают, нужны ли нам самовыдвиженцы на выборах губернатора. Я помню, да, вот эту историю. Вы же помните, Никита Белых, первый свой срок, он здесь был назначенным губернатором. Президентом Медведевым, да. Приезжал министр культуры Владимир Мединский. Ну и первый суд по стадиону трудовой резервы, который внезапно выяснилось, оказывается, не Кирову принадлежал. А першкой компанией. Тогда он был выигран, этот суд. Еще пара событий от меня. Владимир Быков, который пока что у нас не исчезает из эфира, заявил о том, что виновны вырубки деревьев у алых парусов. Помните, тоже был такой у нас сквер. Да, это была застройка ССК, вот этот сейчас большой дом, который в той же комплексе. Будут наказаны, чего мы за эти 8 лет не заметили. Ну и новость от 31 декабря. Чтобы не считали, что у нас все очень грустно, хотя тут тоже как посмотреть. Начальник Чепецкой полиции задержал похитителя сосисок. Отлично. Вот он пришел в магазин, там все происходило, и он на 150, что ли, тысяч даже. Он утащил сосисок. Кто-то не угостился. Да, Владимир Быков, кстати говоря, если я верно помню, в 12-м году после выбора в Городскую думу был выбран главой города. Второй раз. Второй раз, второй раз, совершенно верно. Это на самом деле самая трагическая история 12-го года. Вот, говорит Дмитрий Русский. Это жизнь показала. Мы сейчас можем на это смотреть и улыбаться, и смеяться. Но то, что произошло после 12-го года, мы видим это уже в реалиях, с учетом всех прожитых лет, всех прожитых решений, в том числе и кировчан. Значит, и вот прошло буквально 8 лет, и мы видим то, что все, то, что было обещано в 12-м году, да, вот эти все крупные проекты, рассказы о хорошей жизни, там, о парках, это на самом деле сегодня на 90% оказалось фантазией и несбыточной мечтой для кировчан. Владимира Быкова еще мы послушаем, мне, я старые развороты, да, наши перебирала, выписала одну фразу о том, что... По итогам выборов. Да, по итогам выборов. Господи, где она? Ну, в кратком пересказе, будете ли вы договариваться с оппозицией или еще что-то. Нет, нам на вятке не надо ни с кем договариваться, это пусть там государство сами договаривается, цель у нас одна, чтобы федеральные деньги пришли в Киров. Ну да, прекрасная история. Ну, мы пришли, но только не в Киров. Может, куда-то и пришли, но, видимо, может быть, они и приходили, только мы это никак не обнаружили. На самом деле, я хочу сказать, что в 12-м году, даже, наверное, в начале года, там, позиция по главе города, который на тот момент был, а тогда был с 2007-го года, был Владимир Васильевич Быков. И все прекрасно понимали, что за 5 лет его позиции очень сильно пошатнулись, хотя вообще никакой позиции не было, потому что он избирался из числа депутатов, вы помните, как это было в 2007-м году. То есть это непрямые были выборы главы города? Это уже были непрямые выборы, они у нас были отменены в 2006-м году, значит. И в 2007-м году он уже избирался из числа депутатов, а число большинства депутатов на тот момент формировалось из известных людей, которые это все возглавляли. Это была такая группа, она называлась ККБ, Крепостнов-Готман-Березин, это депутаты ЗАГС собрания 4-го, 5-го и 6-х созывов фактически, на тот момент представляли такую группу бизнеса, которая, в общем-то, фактически всем и руководила, и распространялась. И в первую очередь, конечно, главное влияние, на которое они имели, и это на партию «Единая Россия», на самого Владимира Васильевича, потому что это была их кандидатура. И для них было очень важно, чтобы этот человек получил второй срок. Я имею в виду, что главой города пока. И в данном случае, конечно, на тот момент рейтинги все были очень плохие. Если мы вернемся в 2011 год, выборы были ЗАГС собрания. Да, мы помним, 50 на 50 оппозиции «Единая Россия». Да, практически за счет только одномандатных огруков «Единая Россия» удалось тогда удержать большинство в ЗАГС собрании. По городу, я сейчас специально вспоминал рейтинг, на тот момент в марте 2011 года за «Единую Россию» в городе проголосовало 24%. Это очень низкий показатель. Значит, буквально в 2012 году, в марте, это уже 42. Да, мы говорим о том, что, в общем-то... Хороший рост показал «Единая Россия». И в данном случае, если мы возьмем город Киров, потому что выборы были в городскую думу, значит, в 2011 году из 9 одномандатных округов ЗАГС собрания по городу Кирову, 6 взяли оппозиционные кандидаты. Да, мы говорим, что на тот момент, если мне память не изменяет, у КПРФ, которую я выдвигался от КПРФ в 2011 году, рейтинг партии был почти 42% по большинству округов. Да, и практически 4 кандидата от КПРФ прошли по одномандатным округам. Да, все шло к тому, что, в общем-то, как бы отношение к «Единой России» к кировчанам было очень отрицательным. Крайне отрицательным. Все шло к тому, что Дума тоже будет оппозиционной. Что Дума должна, да. И главная задача была всей оппозиции для того, чтобы второй раз господин Быков не представлял кировчан в городской думе. Ну, как руководитель. На тот момент и позиция тогда уже нового еще губернатора Никиты Юрьевича была, была тоже отрицательная по отношению к господину Быкову. И у него были свои кандидаты для того, чтобы его поменять. И на каком-то периоде времени его позиция, она так и оставалась. Значит, но потом пошли ряд изменений, ряд конфликтов. И, видимо, опасность того, что Никита Юрьевич не справится с выборами в городскую думу и параллельно с президентскими выборами. Это тогда были президентские выборы. Значит, и тогда все-таки вот эта группа известных наших олигархов и депутатов ЗАГС Собрания Крепостнов, Глазман и Березит все-таки победила и пересилила то влияние. И, в общем-то, как бы уже вопрос в назначении Владимира Васильевича Быкова не стоял, потому что они на тот момент не готовы были поддерживать другого. И в ответ они предложили, что они не будут помогать правительству Кировской области и губернатору в проведении выборов в президент. А давайте немножко про подковерные вот эти вот все вещи. Это подковерные истории тебе рассказывали. Ну вот да, они победили где вот здесь или это еще где-то через верха все проходит и вот эти там сообщающиеся сосуды. Слушайте, они работали по всем фронтам. Я думаю, что через Москву, через федеральную Единую Россию. Плюс на тот момент они на самом деле были уже практически везде присутствовали и в городской, и в областной власти. Да, это еще последствия Николая Ивановича Шаклеина. Значит, Никита Юрьевич тогда еще отработал два там года. Крайне неудачно при нем прошли выборы в законодательное собрание. Крайне неудачно для Единой России. И для губернатора. Да, хотя, ну потому что мы же все прекрасно понимаем, что все показатели на сегодняшний момент по губернаторам это не экономическое и социальное развитие, а именно голосование на выборы. Процент поддержки? Конечно, конечно. То в данном случае Никита Юрьевич в 2011 году попытался как-то дистанцироваться от этого момента, что вроде бы он не принадлежит никаким партиям и хочет провести довольно-таки свободные выборы. Но история показала, что, в общем-то, уже к 2012 году он готов был эту позицию поменять. Да, потому что вся картина вырисовывалась очень тяжело. И за этот год, когда фактически половина депутатского корпуса в ЗАГС собрании, с которым он непосредственно контактировал, имела как бы оппозиционные партии, ему за этот год было очень сложно как бы вести вообще диалоги и очень сложно было применять некоторые законы, которые были не в интересах кировчан. Потому что приходилось договариваться все время. Приходилось постоянно бороться, разговаривать, договариваться, может быть, где-то и обижаться на некоторых депутатов, из-за того, что они очень ведут себя неправильно по отношению. Какое интересное было время. Время было, на самом деле, очень энергетично. Депутаты спорили с губернатором, а губернатору приходилось что-то доказывать и бороться. Что ли дело сейчас? И на самом деле очень было много законов, которые с первого раза не проходили. И оппозиция там, особенно когда запутывались депутаты Единой России, особенно по порядку голосования, и они путались, как нажимать правильно кнопки, потому что не менялась очередность, то некоторые законы, которые предлагали оппозиционные депутаты, они проходили. Так, давайте к выборам в Гурдуму вернемся. У нас просто очень ограниченное количество времени. Да, в Гурдуму это была уже принципиальная позиция. Она была связана, конечно, в первую очередь с коммерческими интересами тех групп, которые поддерживали Владимира Васильевича Быкова. В том числе и он уже за пять лет очень подматерел на должности главы города. И ему очень тоже хотелось получить второй срок, потому что у него тоже были какие-то определенные планы на этот город и на какие-то действия. Плюс, конечно, только была в разгаре 159-й ФАЗ, это льготная приватизация малого и среднего бизнеса. И многие люди, которые поддерживали господина Быкова, они не успевали к 2012 году решить все свои коммерческие вопросы именно в городе. И вот в Гурдуме придумали схему депутаты-пятисовщики. Нет, в Гурдуме началось так, что надо что-то с этим делать. Рейтинги партии низкие, Быкова низкие. Вот эта группа экономическая, коммерческая, организованная, она решила, что сегодня надо что-то придумывать. Значит, были наняты очень дорогие технологи из Москвы. Был очень сформирован большой бюджет на выборную кампанию «Единая Россия» в Городскую Думу. Значит, ради только одной задачи, чтобы не допустить сегодня такой же, по крайней мере, противовеса в Городской Думе, как и в ЗАГС-собрании. Значит, и, ну, могу сказать, что их задача, она была выполнена, значит, путем очень грязных технологий. Вообще, я на выборы пошел в 2005 году первый раз, да, всегда были выборы очень сложные и грязные там, да. Но, конечно, выборы 2012 года, они просто пробили все дно именно по грязи, по вот этим черным всяким информационным поводам, там, вплоть даже до того, что у нас тогда были выдвинуты просто святые люди, видя даже Елены Владимировны Закалатой, да, всем известного, заслуженного врача Российской Федерации, там, да, очень святой женщиной, которая всю жизнь отдала здравоохранению, даже ее умудрились полить определенной грязью. И она снялась ведь в итоге, да? Она не снялась, значит, снялся тогда Владимир Стариков, значит... Родина. Родина, да, он тогда был, он только освободил должность, он был в очень таком хорошем возрасте, он очень хотел что-то помочь, особенно спорту, как бы, он хотел очень, на самом деле. И вот, когда началась вся эта грязная история, то на тот момент Владимир очень, как бы, остановился и испугался. Ну, не испугался, я думаю, он просто не разобрался в ситуации, потому что... Я не хочу иметь с этим ничего общего. Да, да, и вот это все, что во власть рвется криминал, да, который развязали... Это главный лодок, наверное. Да, да, технологи Единой России против оппозиционных партий, конечно, он сыграл свою злую шутку, и мы получили второй срок господина Быкова и всего его окружения, который, в общем-то, мы сегодня можем смело сказать, что закончился для города Тирова и Кировчан очень печально. Ну, вообще, я помню, конечно, то время, вот эту вот всю агитационную кампанию, предвыборные, наверное, месяца полтора. Помню по эмоциям, вот, если коротко, то это очень противно. Очень противно, да. Приходить на какие-то пресс-конференции, где люди говорят о том, что, там, вы не уважаете, там, ветеранов всех, кто-то там кого-то унижает, кто-то обвиняет друг друга в нетрадиционной сексуальной ориентации, и часто люди просто вот сидят, изображают праведный гнев, как будто, ну, вот они только что проснулись. Мы видели тогда впервые, столкнулись в интернете, уже тогда появились эти боты, которые конкретно технологи делали, все это писали, да, это впервые тогда, кстати, было запущено, вообще история там, да, потому что технологи, видимо, очень долго московские готовились именно к грязным выборам, а они нашли только одну возможность противостоять оппозиции, это то, что их скромпоментирует, что это криминал один, что они все между собой связаны, что они идут во власть для криминала, и только на этой почве они смогли, как бы, раскрутить вот этот маховик, и у кировчан создалось какое-то сомнение, да, они запутались, потому что таких грязных технологий не было никогда, и, конечно, тогда все одномандатные округа были проиграны, значит, проиграли, оппозиционная партия, значит, Единая Россия сразу с 24-х набрала по партийным спискам 42, значит, ну, как бы, все было сделано для того, за наши же с вами большие деньги, потому что очень много мупов было на тот момент включено в этот процесс по финансированию вот этой всей Единой России выборной кампании, и, конечно, это была очень неприятная история, она очень губительно сыгралась для большинства людей, которые тогда еще верили в выборы, даже на кандидатов, которые тогда пошли, потому что они тоже засомневались, что на самом деле происходит, и этот, в кавычках, героический тогда герой, как его... Рудольф Стародумов. Ну, вспомните такого, да, сейчас его никто даже не вспомнит, да, человек, который, в общем-то, оделся в какие-то непонятные медали и представлял из себя такого борца с коррупцией, там, с криминалом. С бандитизмом. С бандитизмом, да, сам себе подкладывал веники около своего офиса, там, да, что вот эта мафия, ну, видимо, смотрел фильмы «Крестный отец», да, видимо, в детстве, значит, ему это очень нравилось, и он сам себе подкладывал и создавал вот эту всю историю, там, о том, что сегодня «Единая Россия» — это единственный оплот, который кировщан спасет от криминала и захвата города. Вообще это, конечно, было очень именно эмоционально, и поэтому, наверное, многих... Люди не разобрались, да. ...не было возможности, да, что-то подумать. Ну, сейчас-то понимаем, да, вот сейчас прошло вот такой период времени, и мы понимаем, что главное, которое криминал рвался во власти, он к нему и пришел, да, и все эти уголовные дела, и точечная застройка, отнятие Парка Победы под близких людей главе города Быкову, там, да, этот Хилтон, который построили, там, да, вот это, как бы, вот эта вся история сегодня показывает, что, в принципе, криминал-то как раз и пришел, только он пришел совершенно под другой шкурой, и он отвел людей от нормальных людей, которые могли бы на тот момент, наверное, не дать так ограбить город, как его ограбили с 2012 по 2017 год, да, и все-таки сохранить какое-то лицо города, и все-таки дать ему шанс для того, чтобы он начал развиваться, и, в общем-то, чтобы он начал жить, и молодежь не стала уезжать, и, ну, как-то немножко, чтобы он стал другим, каким он был в какой-то период времени в советском периоде. Я прошу прощения, но помимо вот этой вот грязной предвыборной кампании была же еще одна технология использована, это так называемые, да, 500. Это для надежности, что ли? Ну, слушайте, это там стопроцентная там история, там, да, которая полностью убивала вообще все шансы кого-то других победить, потому что это был страховочный вариант, он был довольно-таки бюджетный, но тогда цена вопроса была в городе совершенно другая. Я имею в виду, что уже был разработан план приватизации, что должны определенные коммерческие группы забрать за то, что они будут поддерживать и вкладывать деньги для того, чтобы победили Единая Россия вместе с главой Быковой. То понятно, что, в общем-то, цена вопроса уже тогда не имела значения, потому что имущество, которое было запланировано уводом из города, в разы превышало любую выборную кампанию. То, конечно, для страховки тогда была выбрана эта история, и по 500 рублей наши люди начали тихонечко свои голоса продавать. Ну, схема была следующая, да, заинтересованный кандидат либо партия заключали с избирателем договор якобы... На наблюдение. На наблюдение, да, то есть человек получал 500 рублей, приходил на свой избирательный участок, голосовал понятно за кого и мог находиться там в течение 50 минут, ну, 5-10 минут он стоит, смотрит, значит, вот, что там происходит и уходит. И уходит. Идет получать за это деньги. Да, идет получать 500 рублей. Были открыты приемные помощников городских депутатов, мы сами лично тогда накрывали две такие организации, они буквально вот были тут рядом, находились, где конкретно просто раздавались деньги, и некоторые кировчане приводили всю семью там. Муж, жена и ребенок. Вот они втроем получали полторы тысячи и говорили, что, ребята, слушайте, но для нас это деньги. Ну, то, что так произойдет, это, в общем-то, ну... А, и так все равно, да. И так все равно. От нас все равно ничего не зависит, мы лучше продадим свой голос и пойдем купим продуктов на эти деньги. Ну, это была такая позиция, к сожалению. Мне кажется, и сейчас тоже людям проще, когда им скажут, за кого голосовать, ну, просто потому что сложно, не хочется там думать, выбирать, анализировать. Слушайте, ну, мне кажется, что за 8 лет очень сильно поменялся вообще взгляд россиянов, кировчан, менталитет, потому что уже новое поколение выросло, да. Я думаю, что это сейчас немножко сложнее. Потому что мы понимаем, что когда тебе дают 500 рублей, значит, ты понимаешь, что у тебя утащат из кармана 5, 10 или 15 тысяч рублей, да. Думаете? Ну, слушайте, понимаешь? Вот смотрите, вот, допустим, пример, да. У тебя есть 500 сегодня, а остальные вообще-то их даже не видела, эти 5-10 тысяч там в бюджете. У тебя сегодня хотели там украсть один парк, другой парк. Ты не выйдешь со своими детьми и внуками в этот парк. Ты не погуляешь, ты не подышишь свежим воздухом. Значит, у тебя будет проблема со здоровьем. К сожалению, со здоровьем проблема не решает сегодня здравоохранение на тот момент там, да, точно. Это все деньги, мы же реально понимаем, что это такая цепочка. И почему есть точное понимание, что где высокая коррупция в странах, в городах, в областях, там нет экономики. Потому что эти две вещи несовместимы. Нельзя сделать экономику, куда у тебя громаднейшая коррупция. Или точно так же можно делать экономику, если у тебя нет коррупции. Потому что в данном случае эти все деньги идут населению. Эти деньги именно вкладываются туда, куда они должны вкладываться. Но основная задача той думы 12-го года и главы города было все почистить и до 17-го года все свои личные вопросы и своих друзей решить. Потому что в данном случае они все прекрасно понимали, что третьего срока уже не будет. Да. И федеральные деньги что-то. Да, я сейчас предлагаю послушать сейчас вот комментарий человека. Не про федеральные деньги или про федеральные деньги? Про федеральные деньги там не будет. Владимир Быков сразу на следующий день после выборов отвечает на обвинение в том, что была грязная предвыборная кампания. Да, сейчас звукорежиссера попросим запустить этот комментарий. Я вам скажу, что по инсайдерским... А еще о чем-то. Это оценка работы самому себе. Вот если ты работал, то и состоялись выборы. И они прошли правильно. Они не были циничными. Никто никого не обманывал. И люди дали оценку каждому. Я считаю, что по крайней мере у нас в городе Кирове, у нас в Кировской области жители сделали правильный выбор. И нужно оправдать доверие жителей. Ведь те проценты и за президента страны, и те проценты, почти 41% в городе за единую Россию, это большое доверие. Это большая ответственность. Впереди очень большой громадный объем работы. Это не на словах, а на деле нужно доказать людям. И действительно, наверное, сегодня нужно решать социальные вопросы. Мы годами говорили, вот мы это сделаем, мы это сделаем, ничего не делаем. Мы скоро будем праздновать 70 лет победы в Великой Отечественной войне, а некоторые участники до сих пор не получили жилье. Это вопросы к нам. Но это и вопросы к тем, кто сегодня кричит о нечестных выборах. Вы же правили. Почему вы не решили этот вопрос? Легко говорить, легко осуждать. Тяжелее решать эти вопросы. Жители города, жители Кировской области сделали выбор в пользу тех, кто работает. Ну мы сейчас пойдем на рекламу, после нее попросим Дмитрий Русских прокомментировать. Дмитрий Русских в нашей студии, депутат законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов. Мы сегодня вспоминаем 12-й год до перерыва. Прослушали комментарии Владимира Быкова, тогда главы города Кирова, об итогах выборов в городскую думу в 12-м году. Выборы прошли правильно, сказал Владимир Владимирович. Да, конечно, он пробил все одно, конечно, циник, ужасный просто, да, в данном случае я вам хочу сказать, что на самом деле, видите, какая риторика, она на самом деле сегодня не поменялась. Тогда было 70 лет победы, мы все должны готовиться, сейчас 75 мы все готовились, да, что мы понимаем, что людям надо дать гораздо больше, у нас много работы. И по-прежнему еще есть ветераны, когда нет жилья. А ведь ничего против-то ведь не скажешь. Да, 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 понимаете, он все говорит правильные вещи, которые никто никогда не выполнял. То в данном случае, на тот момент, как я был участником тех выборной кампании, там, и как раз со стороны криминала, который рвется во власть, значит, а тогда вот эти святые люди побеждали, значит, по той информации, которую мы тогда имели, примерно выборная кампания тогда со стороны Единой России для того, чтобы сохранить большинство в городской думе и Владимира Васильевича Быкова, который обещал очень светлое будущее кировчанам, значит, составляла где-то около 300 миллионов рублей. Для того, чтобы перевести это в сегодняшнее понимание, да, это примерно там 4-5 детских садов, которые можно было на эти деньги в то время построить. Но курс был другой тогда. Да, ну, как бы вообще цена денег была совершенно другая. И понятно, что за 300 миллионов рублей, денег, которые тогда вложили, кировчане, как говорит Владимир Васильевич, отдали ему 42% доверия, да. Вот он говорит, смотри, как меня любят, как мы хорошо работали, и нам некогда болтать. Нам надо дальше работать, потому что у нас очень много целей и задачи, и надо жизнь кировчан сделать еще лучше. То в данном случае, вот сейчас мы можем через 8 лет все кировчане оценить, насколько его обещание и то голосование было в интересах кировчан, и где на самом деле после всех кучу за 8 лет уголовных дел мы понимали, для чего эти люди шли и что произошло с нашим городом после того, как они ушли. Десять минут у нас остается до конца эфира, еще два события, о которых, конечно же, мы хотели бы поговорить. Это конфликт в Демьяново, это достаточно такая болезненная история. Тогда была, по-моему, Петрозаводская кондопога, да, или... Кондопога, да? Кондопога, да, да, да. В Калининграде. Да, 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 да. Вот. И называли второй, собственно говоря, точкой межэтнической Кировскую область, конфликт разгорелся в Демьяново из-за лесопилки, владельцем которой был дагестанец Нох Кур Магомедов, по-моему, да, и там, ну, со стрельбой был просто конфликт, реально. Ну, такой очень жесткий, да. Приезжали, приезжали в поддержку владельцы лесопилки, там его соотечественники, по-моему, из республики Коми, Никита Белых выезжал тоже на место, вот, и мы сейчас попробуем набрать нашего коллегу Александра Рассохина, который сейчас работает в Москве, Саша ездил туда, в Демьяново, может нам рассказать, что там было, но вот просто ощущение свои там, да, вот, вот конфликта. Надо понимать просто, что такое Демьяново, и ты не город Киров, вообще, люди, которые... А, есть Саша на связи, да, Саша, добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Ваши привет, да. Дмитрий Русских, Александр Рассохин, наш коллега и ныне редактор радиостанции Коммерсант-ФМ. Дмитрий Русских в нашей студии и Оля Болезинаевича. Да, а я хочу напомнить, кстати, маленькая деталь о работе журналистов. В тот день, когда стало известно о конфликте в Демьяново, мы все были у нашей коллеги на свадьбе. И, ну, для некоторых праздник был немножко, да, испорчен еще тем, что необходимо было ехать в командировку туда на место. Саша был в том числе. Да, Саша ездил туда. Саша, скажи, пожалуйста, ты ведь был там не в момент конфликта, а после. Насколько после? То есть там день прошел, два, три, ты не помнишь? Саша вообще тогда начинал, да? Да. Насколько я помню, первым поехал Игорь Рысьев и Маша Петухова из бизнес-гостей. Бизнес-гостей, да. Да. А я только спустя, наверное, три дня туда поехал, два или три дня после конфликта. Как раз в тот момент, когда Никита Белых, когда губернатор прилетел туда на вертолете и, собственно, была встреча на главной площади, где собрался, мне кажется, весь этот поселок. Но больше, конечно, разговоров было не про конфликт в тот момент, а Никита Юрьевич как волшебник в голубом вертолете прилетел и начал раздавать подарки. То есть люди стали сразу жаловаться на дороги, на это выполнить, это выполнить. Ну, что-то из этого, конечно, было выполнено, но, мне кажется, в большей степени это было сделано, чтобы успокоить народ. Насколько напряженная там была ситуация в тот момент, когда ты был? Или там уже подуспокоилось все? Ну, мне кажется, нервы, конечно, там, и вот накал в страсте, он был на пределе, конечно, люди были возмущены всей этой ситуацией и очень запоминающиеся кадры, я просто вспоминал те события, когда вот внук Курат Магомедов, владелец этой, там, пилорамы или что там было, и депутат, да, депутат местный, Александр Кочкин, вот они сцепились, и между ними Никита Юрьевич был, который пытался их примирить и уговаривал их пожать руки, но те, в итоге, ну, не согласились это сделать. Да, спасибо, Саша, большое. Давай, Саша, наверное, отпустим, если есть вопрос. Хорошо. Еще хотелось спросить, вот тогда это было, наверное, как-то, ну, вот, там, воспринималось как какой-то национальный конфликт, а вот сейчас, с 2020 года, там, имеет ли он какие-то последствия, такие же, допустим, как выборы 2012 года в Гордуму, которую мы сейчас обсуждаем, и они, ну, просто по-другому выглядят из 2020 года, вот по Демьянову, Саш, как? Мне кажется, что национальный конфликт действительно был, потому что он же не на ровном месте появился, до этого были какие-то стынчики, и было недовольство, и все равно там национальный вопрос вставал, и после, как я помню, в итоге отбинили во всем, ну, Курат Магомедова, не знаю, насколько это там правильно или неправильно, но, конечно, отчасти это бытовой обычный конфликт, как я помню, там, сожгли бары или что-то такое, вот, но, тем не менее, все равно национальная подоплека там была, мне кажется. А какие-то уроки мы вынесли оттуда, или, может быть, не требовалось, это было единичное какое-то, да, такое событие? Мне кажется, это, наверное, лучше спрашивать жителей, поселка изменилось ли у них как-то отношение, но, мне кажется, ничего не поменялось. Саша, спасибо большое. Саша Рассухин был с нами на связи, редактор радиостанции Коммерсанта ФМ из Москвы, в 2012 году Александр ездил в Демьянова. На самом деле, это был больше бытовой случай, на самом деле, все началось с бара, значит, как я помню, значит, там какой-то конфликт мужчин, и, по-моему, даже касался там девушек, значит, и вот это все такое переросло, и потом уже это, конечно, и национальный вопрос очень сильно потом уже произошел. На сегодняшний день, я думаю, что там кардинально жизнь никого не поменялась, за исключением, наверное, что те вот дагестанцы, которые там работали на лесе Секи, что-то делали, они, по-моему, оттуда все уехали. Но пилораму закрыли потом. Да, да, они все разъехались, и, в общем-то, я думаю, что вот живут они сегодня в Демьяново, так как они и жили. А руководство Демьянова, кстати, после этого конфликта полностью сменили, и главу администрации Подосиновского района тоже уволили. Вот мне интересно, сейчас вообще опять реально такое... А тогда уволили же не только Подосиновский район, тогда же и Виктора Поголова, главой МВД, ну, не то чтобы вы сняли с должности, он был освобожден от должности, но это подавалось как его личное решение. То есть, но люди связаны с конфликтом. Если бы сегодня такое произошло, главы районов тоже так же бы сменили и все бы списали на них. Я думаю, что это такой самый простой и легкий путь. Они сняли, вот есть там глава администрации района или поселка, его сняли... Это наша реакция. Да, это наша реакция, но мы же не снимем губернатора там за это. Да, ну вот, кстати, интересную деталь, Саша сказал, да, Никита Белых пытался, значит, между двумя конфликтующими людьми встать там, да, и уговорить их пожать друг другу руки. Я не знаю, насколько там сейчас это в порядке вещей. Слушай, я в это очень сильно люблю, потому что в 12-м году, когда вошли мы эти несчастные городские выборы, он тоже пытался помереть оппозицию с представителями Единой России, которые тогда представляли, это был Быков, у нас совещание было, Крепостнов, Гозман, Березин и, по-моему, Перескоков. И вот со всеми остальными тремя партиями для того, чтобы... Он тоже пытался помереть, чтобы уйти от грязных технологий, от того, что происходило на выборах, потому что автоматически шли выборы президента, и они очень плохую картинку рисовали вообще для всего. Он тоже... Вот мне кажется, первые 3-4 года у Никиты Юрьевича Белых была как раз позиция попытаться всех помереть, и он пытался это сделать, но, к сожалению, ни к чему это хорошему не привело. А в 14-м году он сам же стал как бы в конфликт с той же группой людей, которые в 12-м году взяли власть в городе. Да, там же была попытка... Конечно, его снятие в 14-м году. Вот его слабость с 12-го года проявилась в 14-м году. Да, еще один силовик, Кировский, в 12-м году ушел со своего поста, это Александр Панов, тогда он был руководителем СК. Следственный комитет, да. Да, да, да. Хороший очень мужчина. И говорили все, что причиной стало, естественно, закрытие... Отказ в возбуждении уголовного дела по Навальному. По Навальному. Дело Киров-Леса с 11-го года раскручивалось медленно, да. В мае 12-го года Кировское следственное управление его прекратило. После был достаточно показательный такой порк был, да, в отношении Александра Панова со стороны Бастрыкина. Он сказал, что если вы сами не можете, там, да, маякните нам, и мы приедем. Вот 28-го мая закрыли уголовное дело по Киров-Лесу, 29-го мая его открыли вновь. Да, и, по-моему, в декабре 12-го года уже Ополев получил приговор какой-то. Да, и Апанов у нас какой-то долгий период времени работал как его... По полномочиям. По полномочиям по правам человека. Ну вот недавно совершенно сменился, да, стал... Ну я считаю, что очень достойный человек, порядочный, честный, и это лишний раз подтверждает, что в данном случае система не всегда воспринимает таких людей. Время завершаться нам уже, да, сейчас. У нас еще минута есть. Полминуты. Да, и пришел новый начальник УВД Солодовников. Да, мы забыли, конечно, да, Сергей. И еще пачка криминала у нас вынырнула аж из 90-х годов вместе с ним. Да, и при том, что мы его все помним по очень резким заявлениям в ЗАГС-собрании, потому что мы тогда его слушали. И второе, конечно, это движение дружинников, которое он очень сильно начал развивать и пиарить в городе Кирове. Значит, на тот момент я помню, что все заводы чуть ли не пять тысяч ему дружинников там сбалансировали и подготовили. Да, это был 2012 год, очень коротко, очень быстро, иногда сумбурно, но тем не менее мы вспоминали его с Дмитрием Русских, депутатом ЗАГС-собрания 4-го и 5-го созывов. Мы с Ольгой Болезиной с вами прощаемся. Спасибо всем слушателям, хорошего дня. Очевидцы через две недели. 10 лет в Кирове